Парк на берегу дренажного канала. Галина Чернова рассказывает, делали для себя, чтобы полюбоваться. Раньше здесь были заросли травы, кустарников и кучи мусора. Но стоило только очистить место и повесить качели. Оно потом, как в мультфильме про бонифации. Сначала одна девочка, потом две, потом четыре, потом восемь. И в результате сейчас больше 35 человек бывает собирается одновременно. Когда дочь Галины была маленькой, она играла роль Пеппи «Длинный чулок» в театральной постановке. Женщина вспоминает дочка, похожа на героиню повести не только внешне, но и по характеру. Позднее сюда переехали декорации со сцены. Так и появился парк «Вилла курица». Приятно видеть счастливые лица детей, слышать смех детский. Просто выходишь из ворота, тут дети улыбаются, смеются, качаются, в воде плескаются. Радостные. В парке есть управляющие администраторы, их заместители, охрана, медик. Все должности между собой распределили сами дети. Таким образом, считает Галина, они приучаются к труду, ответственности, доброте. И главное, что у них детство проходит во дворе, а не в гаджетах. Я здесь администратор, в мои обязанности входит уборка, чистота. Тут очень весело. На канатке можно покататься, еще на разных других качелях. Тут очень добрые люди. У нас нет такого, что ты на нас что-то ругаешься, все, иди отсюда. Мы дружелюбно принимаемся до всех. Парк Галина обустраивает вместе с мужем и взрослым сыном. Помогают родители, соседи. Взрослые здесь отмечают различные семейные праздники. Новый год, Масленицу, День защиты детей. Сделали костюмы традиционные и провели здесь такой классный праздник Масленицы. А завтра, послезавтра мы планируем здесь с моими подругами устроить праздник Иван-Купала. Энтузиастам нужна помощь неравнодушных. Требуются пиломатериал, канаты, ковры, ватные матрасы, сундук, да и другие вещи, которые хозяину уже не нужны, а выкинуть жалко. В парке все пойдет в дело. Ведь задумок у семьи Черновых еще много. Приносить вещи можно по адресу в Абакане, улица Совхозная, 0-4. Мария Мишнина, Василий Конзычаков, РТС.